здравствуйте с вами программа культурный шок и я ведущий марк котлярский со мной в студии раввин историк литератор политолог и адвокат михаил финкель добрый день здравствуйте дорогой у нас сегодня с вами миша сегодня мы записываем программу которая слава богу не касается шумных тем которые служат предметом для всевозможных шумных ресталищ поговорим с вами на тему близкую к вам как человеку занимающийся религией представляющему скажем так религию а именно иудаизм и проституция вопрос который на самом деле интересует очень многих кстати как ни парадоксально социальных сетях очень часто задающиеся ко мне обращают как к чеку который написал книгу еврей секс а именно отношении иудаизма к проституции и в частности что вот как бы запрещает иудаизм что позволяет а ведь действительно как бы я задумался за этим вопросом отношение к проституции в иудаизме с достаточно спорная как бы от начиная от скажем требований как бы наказание за то что мужчина пошел к проститутке до на самом деле рекомендации талмуда которая заключается в том что если мужчине уж совсем не в мочь то он должен вернуться но это знаменитый знаете в черный плащ пойти за пределы города где его никто не знает и там уже начать отдаться по проститутке более того существует ограничено различие между скажем храмовой проституции так называемый и проституции частный то есть это вы видите в языке это очень четко оговоренно к дыша к дышу то есть посвященные какому-то чужому богу да и зонот зона то есть проститутка который как бы занимается частным пропуском скажем так более того первое упоминание проститутки проституции считается что упоминается в торе связи истории с невестки и гуды тамар которая была поочередно женой двух сыновей но так и не родила ни одного из ребенка а само слово зона возникает пяти книжей гораздо раньше еще в рассказе о том как сын властители властители шхема изнасиловал дочь якова дину вот а затем предложил на ней жениться и тогда вы помните эту историю и яков согласился при условии что жители схема шхема примут иудаизм и сделают обрезание в тот момент когда они сделали обрезание значит вошли то и лежали слабые после этой операции вошли туда сыновья якова и вырезали собственно говоря мечом как и непонятно как они двое там всех вырезали но неважно вырезали мечом всех вот этих жителей шхема и когда яков спрашивает зачем они это сделали то там возникает вопрос где впервые упоминается слово проститутка что как с проституткой можно поступать сестрой нашей говорят они спрашиваются вот то есть как бы понятно вот пожалуйста мишка ваша точка зрения на это вопрос она мне очень интересно ну говоря о братьях и схеме нужно понимать схем тогда был деревней все-таки было это 4000 лет назад в этом это было несколько семей это не был город в нашем современном понимании тор однозначно запрещает проституцию это запрет не самый строгий но запрет написано да не будет блудницы среди сыновей израиля точно правильно это дословная цитата тора однако несмотря на то что очень много есть критики к проституции очень много есть порой ханжеского такого негативизма с разных сторон и кстати религию я не представляю потому что я считаю что вера и религия это разные вещи дай бог бы мне веру представить хотя бы на уровне самого себя мне кажется что есть такие грехи которые марк неискоренимы ну слабость человеческая и если говорить о них то проституция половое желание половая неудовлетворенность это вообще физиология потребность в проституции в обществе будет всегда она конечно это слабость общество это будет всегда если такое должно быть всегда мне кажется я сейчас не говорю не буду ответчиком за весь иудаизм за раввинов за направление говорю свое личное приватное мнение мне кажется что раз тот грех неискореним было бы правильно чтобы государство контролировал проституцию было бы правильно чтобы врачи контролировали что они не больны как я это видел в австралии как это видел в европе во многих странах и тогда и больных будет меньше и изнасилований будет меньше потому что есть корреляция между легализации проституции и количеством изнасилований в странах и сексуальных травм избиений внутри семьи может быть будет меньше потому что меньше будет агрессии потому что как ни крути проститутки берут на себя выплеск мужской агрессии тестостерона и сексуальной озабоченности безусловно те кто будут к ним ходить будут нарушать запрет торы но хотя бы мафия здесь будет ни при чем криминальных структур будет меньше которые за этим стоят так как государство возьмет на себя эту роль как мир в царской россии была легализованная проституция с когда они платили налоги они проверялись врачами и так далее болезней будет меньше и порядка будет больше хорошо ли это это нехорошо человек слаб но раз уж это так да у торрент разрешает взять хорошую женщину себе среди пленных красавиц и тора говорит это уступка человеческой слабости человек слаб мужчина слабее женщины во много раз внутри нас сидит зверь в этом плане женщина намного выше мужчина она не настолько много сильнее намного себя не настолько сексуально озабоченная зверюга как мужчина абсолютно большинство мужчин это полигамное озабоченное голодное существо так висит внутри нас ну я признаю как мужчина я думаю миша что после вашего этого заявления феминистки поднимут вас на щит просто но я говорю как есть я хочу перебить вас простите плавное течение вашей мысли и хочу сказать что любопытно в израиле по поводу вот и легализации проституции давно уже ведутся эти споры кстати и на уровне даже плод на уровне кнесса но например как бы встречаются другие крайности скажем а я не помню кто но одна из парламентариев представляющим партию мэриц предложила закон который наоборот будет наказывать штрафом или даже административным или уголовным наказанием мужчину который сходил проститута ну можно мастурбацию наказывать таким наказанием можно дойти до многого да это да простите но тогда кто-то должен а нам же тоже библии да да а нам был библии а она нет там сложно с она нам понятно она проклят не потому что занимаемся мастурбами не конечно они хотел ребенка он не хотел верить в работе и семени считается кстати тоже а эта ламуд относятся гораздо более мягчих скажем к лесбийская любви неже гомосексуальны гомосексуальнее там нет вообще акта потому что там нет так ты там нет пролития семени скажем там тjet видите даже пролитее семени и convene что нужно у предпределенных случаях например метод если медицинский показателем при условии английского показатель например если уролог говорит одинокому мужчине, что вам нужно иметь выход. Например, Раби Яков Эмден в своей книге Шейлот Явец пишет, что если медицинские показания есть, то это можно. Ну, медицинские показания всегда понятны, потому что они базируются на главном правиле, что спасение человеческой жизни важнее соблюдение субботы. Совершенно верно. То есть, как бы всегда, если есть медицинские показания, разрешают какие-то вещи, которые, скажем, в общем запрещены. То есть, короче говоря, суммируя наши с вами такую любопытную беседу, вы как верующий человек, я поправляюсь, не религиозный, верующий человек. Нет, я религиозный. Но слово религия очень оно так воспринимает. Я тоже считаю, она настолько, как бы, я тоже. Замаранное слово. Замаранное слово, да. Лучше вера, чем религия, потому что религия очень часто есть некий предмет спекуляции. Хотя я подчеркну, что я ортодокс. Многие говорят, вы реформисты? Нет, я и ортодокс. Нет, я знаю, что вы ортодокс, но вы такой ортодокс современный, такой модерн, new modern ортодокс. Вот. То есть, короче говоря, невзирая на то, что религиозные авторитеты, как бы, очень многие выступают против проституции, говорят о том, что, во-первых, как бы, человек, сходивший к проститутке, совершает некий нечистый обряд, нарушает ритуал нечистоты. И тем самым его ждет то, что называется карет. То есть, это вот это... Это если он сходил к проститутке еврейки, которая не была в микве. Понятно. Если она не еврейка, то нет. То ради бога, да, я понял. То есть, короче говоря, суммируя нашу с вами вот эту беседу любопытную, вы выступаете за легализацию проституции. Знаете, многие раввины говорят то, что работать не надо, известные авторитеты, и служить в армии тоже не надо. Несколько дней назад в Иерусалиме была такая демонстрация этих великих раввинов и то, за что они стоят. Сегодня термин великий раввинов, к сожалению, замаран точно так же. Да, я считаю, что это неискоренимый грех. Пусть он лучше будет под контролем государства, чем под контролем бандитских структур. Окей, Миш, ну так что, я могу сказать, что есть в этом, видимо, какой-то резон. Хотя, на самом деле, что там греха таить? Будем откровенны, в Израиле, да, нет публичных домов, но в Израиле есть массажные кабинеты, которые исполняют роль этих публичных домов. То есть, как бы все делается чисто по-еврейски, очень хитро и умно. Вопрос все равно точно так же остается открытым, как вопрос, который мы с вами обсуждали в прошлой передаче, потому что, действительно, скорее всего, надо прийти к выводу, что человеческая природа неискоренима, против природы не попрешь. Вот. Засим, Миш, я благодарю вас, что вы приняли участие в нашей дискуссии. Напоминаю, что со мной сегодня был в студии Равин, политолог, историк, литератор и адвокат Михаил Финкель. Вел программу «Культурный шок» Баркотлярский. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. Следите за программой «Культурный шок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова